Большую часть заседания Комитета по городскому хозяйству, благоустройству депутаты посвятили дорожному вопросу. В регионе ведется капитальный ремонт улиц по программе «Безопасные и качественные дороги». Напомним, Астраханская область и федеральный центр выделил 1,25 млрд рублей. Половину этих средств заложили на ремонт городских дорог. За апрель-май подрядной организацией положили новый асфальт на площади 13 тысяч квадратных метров. Нанесли разметку с термопластика на пешеходных переходах. Первое, что интересовало депутатов, — гарантийный срок выполненных работ. На капитальный ремонт он составляет 4 года на текущий так называемый «ямочный год». Нередки случаи, когда капиталки едва хватает на 12 месяцев. В примере конструкции нового моста. Летом подрядчики сдали объект, а осенью водители уже жаловались на ямы, которые появились на новом покрытии. Они сейчас ждут компонентных материалов, и работа будет устранена. Также в рамках гарантийного ремонта, все, где у нас проблемные места, мы направляем и требуем. Подрядчики не отказываются, работа ведется. Все отремонтированные улицы лично проверят депутаты. Тремонтировали, и которые намечены на этот год. Чтобы депутаты могли проехать, посмотреть, что сделано, что собирают делать и как делают. Качество выполнено. Потому что и получается, что спецтехника из года в год работает на одних и тех же объектах. Депутаты уверены, виноваты подрядчики. К тому же и ливневая канализация не налажена. Прошлым летом ливневки прочищали на улице Пирогова, Софьи Перовской, Савушкина, Яблочкова. Общая протяженность 7 километров. Но, как показали дожди, и стоки не работают. Вода остается на проезжей части. Мы заявляем населению, что все-таки какая-то часть ливневой канализации работает. По факту она либо не работает, либо некачественно. Причем, точно так же, как и на дороге, на прочистку ливневой канализации в прошлом году тратились бюджетные средства. Давайте обратим внимание, потому что нам существенно сократится ямочный ремонт, если у нас будет нормально работать ливневая канализация. Другой важный вопрос. В повестке заседания не санкционированы слив нечистот в общую систему городской канализации. А санизаторские машины забирают жидкие бытовые отходы в частном секторе и сливают в колодцы. Острова до канала предприятие в день фиксирует до сотни нарушений. Никаким образом повлиять на него, к сожалению, не можем, потому что мы не являемся ни правоохранителем, ни правопроменителем, ни контролирующим органом. У нас нет ни полномочия, ни прав останавливать, досматривать, просить документы у них. Единственное, что мы можем делать, это ограничивать доступ к нашему колодцу. Это выражается в чем? Мы или плиты кладем на колодцы, или их завариваем. Но этого хватает буквально на неделю. На последнем заседании городской думы депутаты единогласно приняли обращение в адрес областной думы. Городские депутаты предлагают внести изменения в региональный закон, который позволил бы наказывать нарушителей. Первый аспект – нужно наказывать тех людей, которые это делают. И второй аспект – очень серьезный. А, собственно говоря, куда сливать? То есть речь идет, и сегодня она поднялась впервые, о том, что необходимо искать инвесторов и начать строить эти сливные станции. И депутаты очень активно сейчас подключились к этому вопросу и заинтересованы. Потому что сегодня говорить о том, что завтра у нас не будет домов с частичными удобствами, мы не можем. Они все равно будут. И нужно сделать так, чтобы наш город молодел, а не, так сказать, утопал в грязи и в мусоре. Городские депутаты будут искать пути решения проблемы островодоканала. Оставить ситуацию без контроля означает, что в систему общей канализации будут сливать нечистоты с мазутом и нефтепродуктами с автомоек. Все то, что ни одно сооружение полностью не очистит. И в дома астраханцев вода будет поступать с содержанием вредных примесей. Также народные избранники продолжат контролировать ход ремонтных работ на городских улицах и изыскивать дополнительные средства на дорожную инфраструктуру. Уже сейчас необходимо около 40 миллионов рублей на бордюры. Жанна Алиева, Роберт Приверзиев, Центр новостей.